улучшен сколько времени пишите картину? по-разному, вот есть картина, которую я буду писать в этих делах надо быть смелее вот тут главное побольше тряпочек я вот все просто не уже порезал потому что, вот как говорят, больше тряпочек, больше свободы потому что кисточка должна быть чистая я обычно рисую одной кисточкой но это у каждого как по-своему кому как нравится вот, и это самое рисовать в таких стесненных условиях маслом тяжело у меня началась аллергия я чуть не забросил из-за этого масла но нашелся такой художник, Володя который мне сказал, а ты пользуйся Ферри я, как говорится, готов Ферри сделать рекламу потому что, если шутя говорить то Ферри спасла Россию художника так сказать, начинающего, да вот, и так вот постепенно ты рисуешь, не боишься во-первых, потому что ты знаешь, что следующим слоем можешь покрыть свою ошибку и вот как раз таки вот это вот то, что ты не боишься создает тебе свободу ты не боишься ошибки вот, а слой за слоем картина рождается как ковер потому что именно такие ошибки, которые ты поправил как раз таки это густая многослойная живопись вот, потому что, так сказал один художник холст это не забор, чтобы его красить одной краской поэтому тут надо, чтобы был рельеф вот много разных оттенков сейчас мы все сделаем главное, чтобы в образе была эмоция видите, она начинает улыбаться сейчас мы сделаем, чтобы она улыбалась потому что эмоции это вечное я вот ищу вечное поэтому я не рисую пуговиц, галстуков, автомобилей потому что завтра автомобиль может быть другим а эмоция, она чисто человеческое достижение природное вот она вечная движения могут быть вечные как мать держит ребенка точно так же несут раненого насколько я врач и знаю, как несут раненого вот, так же и танцуют то есть есть некоторые вечные движения которые, если ты найдешь, ловишь тогда картина становится интересной если там есть какой-то элемент вечности ключ тоже помогает вечности потому что, когда ты пользуешься методикой и саморегуляцией ты выходишь на такое особое состояние гармонии в себе вот, которое посуществует в соприкосновении с вечностью потому что там, в глубине душевно-физической равновесия покой покой, какой обычно нам не хватает жизнь суетливая ты всегда должен принимать решения в самых сложных ситуациях а там, в момент саморегуляции возникает душевно-физическая равновесие баланс и там есть покой это встреча с вечностью где суета уходит и ты поэтому яснее начинаешь соображать что и как тебе нужно как этого достичь ко мне пришла девушка говорит, хочу изучать иностранный язык научить саморегуляцию чтобы я быстрее обучалась иностранному языку это правильно но после двух-трех занятий она перестала ко мне ходить позвонила и говорит что она решила оставить эти занятия по иностранному языку я спрашиваю, почему? а я поняла, что это мне не нужно это моя соседка, говорит, Надя в Америку собирается вот она меня заразила я вот начала а теперь я поняла зачем мне это надо ну пусть она едет я-то не еду но так вот получилось а те, кто действительно хотят изучать иностранный язык они пользуются саморегуляцией у них успех увеличивается ну что, секунду Сережа, может быть есть контакт? да трубка, конечно а есть у вас конкуренты я имею в виду не в художественном творчестве а вот даже не столько конкуренты сколько противники вашего метода ключ ну противники бывает когда они не знают о чем речь идет когда значит они знакомятся с методикой поскольку это единственная методика которая реально работает такая доступная методика все же остальные они сложные вот йогой чтобы заниматься надо иметь изменить образ жизни мысли жить в Индии и так далее а это мы прямо на блокпостах милиционеров обучали вот она доступна и поэтому когда человек с ней знакомится он перестает быть противником он становится сотрудником потому что он начинает ее совершенствовать улучшать делится своими мыслями какой же он противник вот поэтому от незнания конечно многие могут рефлекторно возражать например скажет в мире много методов почему вы решили что этот метод хороший почему именно им должны заниматься люди а когда они знакомятся с этой методикой они начинают получать на это ответы потому что он простой повышен эффективный повышен доступный потому что вместо принципа повторения там присвоения метода принципы индивидуального подбора приемов а что лучше подчинять себя чужим приемом или подобрать себе свой конечно свой лучше этот метод лучше он помогает человеку найти именно свои ключевые приемы а не а не подражать кому-то а если этот человек психотерапевт то есть у него есть какая-то своя методика и он не приемлет вашу есть такие а дело в том что я эту методику не придумал как говорится а наблюдал за тем как ведут себя люди в нервной обстановке эти механизмы они от природы даны никакой бы ни был психотерапевт если он внимательно понаблюдает как человек обычно снимает стресс то он опять придет к этой же методике ключ вот то есть по существу это не моя выдумка это я просто анализируя как ведут себя люди и на чем построены другие методы существующие в мире нашел в них некие общие начала закономерности и эти закономерности показал людям то есть это не моя выдумка я проанализировал на чем устроен психоанализ на чем устроен прибег аутотреник на чем устроен даже вот аэробика американская или американская НЛП я проанализировал и проанализировав я нашел закономерности это студентки ко мне пришли они любят ко мне ходить потому что они говорят что у них жизнь улучшается после того как они осваивают эту систему это очень интересно если можно вот постепенно вот она вот из плоской превращается в более объемную вот в этом моя сейчас задача чтобы не было никакой такой примитивной плоскости чтобы из этого пространства появился объем да по вашему принципе ключ от панацея от всего всех неприятностей жизни обычно люди любят проверять так человека на то графа мануна или нет вот если значит к медикам приходит человек и дать я изобрел метод и вот уже спрашивают это панацея если сказать по над дала это лечит от всех болезней если он так скажет сразу понимаешь он графа ман потому что все понимают что панацея не бывает но есть вещи базовые ключ это базовая вещь потому что в принципе в принципе вот есть например сравнивать где вот сон ночной это панацея или не панацея ночной сон до сон это в этом смысле базовая вещь это почти панацея потому что каком бы плохом настроение человек не заснул но если он хорошо выспится он проснется в лучшем состоянии чем улег правильно то же самое и ключ то есть чем бы вы не занимались методами психотерапии аэробики физкультуры обучение иностранного языка но если вы владеете ключом ключ к себе это ключ к системам вы йогой будете лучше заниматься и быстрее понимать и быстрее осваивать и балетом и прыгать прошу там если вы владеете ключом то есть в этом смысле ключ не является антагонистом других методов он помогает всем другим методам потому что такая базовая основа поэтому мы начинаем это в школах от цикольников и школа мыслитель мы целый год прошлом году отшила моя дочка на психолог она там работала с детьми и мы увидели дети быстро это осваивать и применяет мало того они дома своих родителей учат а другие разе методы разве научит ребенок думал бабушку медитации или йоги он же не сможет это сделать а ключ это очень простая вещь простая быстрая результативная поэтому я очень горжусь что мне выпала такая часть и счастья создать такую интересную форму обучение человека так что я надеюсь когда вот ваш зритель посмотрит методическую часть фильма как мальчик там делает упражнение и начинает меньше заикаться чем раньше тут же прямо на глазах потому что ключ дает эффект уже с первого применения с первого применения там не надо ждать годы для получения результата это дает с первого применения начал применять и начинается эффект в этом большое значение потом упражнение все там построены на новой основе тоже идиомоторные приемы это приемы которые мы и так делаем в жизни мы вот когда мы нервничаем например мы ходим туда-сюда по комнате качаем ногой постукиваем пальцами мы же повторяем и какие-то действия совершаем и вот эти вот качание ногой или покручивание в кресле эти же движения не носят некий полуавтоматический характер значит мозг так снимает напряжение путем каких-то полуавтоматических движений а стало быть если ты это делаешь и так но если ты сделаешь это движение сознательно например захотел и движение пошло на автомате тоже снимается напряжение то есть по природе так устроено но если ты качаешь ногой у тебя просто снимается напряжение а когда ты делаешь эти движения сознательно ты не только снимаешь напряжение ты обучаешься снимать напряжение уже без с помощью этих движений. Вот же в чём суть. То есть здесь происходит обучение. Для того, чтобы использовать ключ, надо ещё владеть этими. Вот прыгать с парашютом, говорите, или танцевать. Человек должен для этого уметь танцевать, просто у него будет лучше получаться. Ключ не научит его танцевать, если он не умеет. Конечно, я вот же работаю над картинами каждую ночь. Они же сами за меня не пишутся. То есть ключ помогает работать. То есть он мне даёт ощущение внутренней свободы, раскрепощенности, я освобождаюсь от штампов и стереотипов. И поэтому я работаю недолго, 4 года, но мне говорят, что у меня уже есть своё лицо в живописи. То есть это я. А не то, что я где-то видел, я это срисовываю или ещё что-то. То есть работа всё равно нужна. Но вот эта внутренняя раскрепощенность, которую я получил после тренировки с ключом, она даёт мне возможность работать с удовольствием и с чувством, что всё получится. Вот эта вот смелость, что всё получится, позволяет мне работать с удовольствием. Поэтому я могу сказать, если раньше говорили, что творчество – это муки творчества, гранит науки, то если человек внутри раскрепощен, то это кайф творчества. Это наслаждение наукой. Вот. То есть ты делаешь ту же самую работу, но с другим чувством. И поэтому у тебя эффективность выше. Серёжа, может быть, ты сядешь, и мне теперь хотелось бы всё вместе. И Холст, и Касай Магомедович. Да. Всё-таки вы мне про противников не сказали. Неужели у меня таких людей, которые будут сказать… Такой человек не нашёлся, который бы сказал, например, вот именно профессионал тоже в этом деле, который бы сказал, то, что вы утверждаете, это неверно, это не так. Ну, хорошо, хорошо, я сейчас сразу скажу. Это единственный отечественный метод, созданный у нас в стране, а не переписанный из-за границы. Тот же психотерапевт наш, который занимается своими, так сказать, методами, дай Бог ему здоровья и высокой полезности для его пациентов. Но те методы, которые применяются в стране психотерапевтами или психологами, они зарубежные. Это не он сам создал. Он это взял и модифицировал, адаптировал к нашей земле. А этот метод исключительно создан здесь, он не переписан, создан не только по форме, а по принципам и по существу. То есть он действительно по принципам существенно отличается от того, что создано в мире. Поэтому в 87-м году Минздрав его утвердил. То есть если бы это был какой-то вариант, чего-то модифицированный, зачем его утверждать? Он и так и избери, и делай, и он описан. А это его пришлось проверять, утверждать. И Минздрав его утвердил и рекомендовал. Для профилактики от стресса и для лечения различных психосоматических заболеваний, невротических нарушений, а также для повышения эффективности обучения, тренировки. Очень помогает в общении. Если я раскрепощен, естественно, мне общаться легче, правильно? Чем когда я зажат. Это и для актеров. Я же говорю, вчера мы в ГИТИСе, будущие актеры, как студенты это с удовольствием воспринимали, это удивительно просто. Им было так интересно. А Станиславский ведь еще этим занимался. Это же у нас есть корни, традиции. Это не просто так я придумал. Правда, во времена Станиславского технологии такой не было, и все его актеры, так сказать, очень мучились его заданиями. Это было очень тяжело, громоздко, долго, нудно. А это методика быстренькая такая. А вы вспомните, мама, когда хочет успокоить малыша, ребенка, что она с ним делает? Она его покачивает, правильно? Правильно. Это же не я придумал. А у нас тоже, если человек делает эти упражнения, выводит на автомат движение, или он стоит, вот так вот покачивается, у него тоже наступает успокоение. То же самое. Мама нас покачивает, я если сам буду качаться, тоже расслаблюсь. Просто человек до этого не догадывается. Он может повторить то, что он делал всегда, но сделать сознательно, у него наступит такое же успокоение. Вот в Кизляре, после того, как Радуев напал на Кизляр, после боевиков, я собрал заложников, детей. Вот там в школе было 240 детей, я собрал, которые были в шоке после этого нападения. Если бы делать традиционными методами психоанализа, психотерапии, там надо было бы целую дивизию врачей, потому что детей же много, и много времени нужно было бы. А я им сказал только одно задание. Название чемпиона, кто за пять минут найдет собственный ритм качания телом. И показал вот так. И они стали делать, через пять минут они расслабились, потом сказал, сядь, и они задремали, а через 15 минут оживились, как зеленая трава заросла. То есть они восстановились. Здесь была экспресс-реабилитация, которая заняла, ну, максимум, 30 минут времени. 240 детей восстановили, стали оживленными, задавать вопросы, шутить, смеяться, бегать и так далее. Шок был снят. Пожалуйста, я им не рассказывал, для чего это нужно. Потому как эти приемы от природы закономерны, поэтому здесь не важно, знает человек об их действии или нет. Если он их делает, у него наступает комфорт. Вы придите к соседке, скажите, тетя Клава, у тебя голова болит? Болит. Ну-ка, встань, представь, что руки расходят. Она встала, представь, раз, пошли, а теперь сядь, она села, и голова прошла. Она даже могла не знать, для чего эти приемы. Потому что они работают, это нейрокибернетика. И этими отличаются от психоанализа, там, психотерапии и так далее, потому что это структурная психотерапия, где нам не обязательно знать, почему он страдает и как он страдает. Но если он это делает, у него происходит переключение. Вот в этом, собственно говоря, его новизна. Я горжусь, что это российский метод. Что тут плохого? И почему меня должны за это ругать, что я автор метода, который рожден на нашей земле, а не переписан за границей. Наоборот, зарубежные теперь, вот специалисты, берут эту методику. У меня в шести странах ученики работают. И в Австралии, и в Америке, и в Канаде. В Баден-Баден, например, на международной конференции этот метод получил медаль. А вся конференция превратилась в курс по обучению саморегуляции. У меня был один доклад, они попросили еще четыре сделать. Наградили-то меня. Потому что они такого еще не видели. Как быстро происходит обучение. Но это надо показывать, потому что, когда говоришь, люди же не знают. Они говорят, да вот, я там занимаюсь медитацией, мне этого достаточно. Ну, ради бога. А у меня были на Косе, в Польше, например, или вот в Болгарии. Я много работал. В Канаде. Были люди, которые ходили на уроки по медитации. Но у них всего разных причин она не шла, не релаксироваясь. Когда я им показал приемы ключа, они сели, и у них пошла эта медитация. То есть ключ раскрепощает. То есть, поэтому ключ к себе, это ключ к системам. И тут оппонентов быть не может. Надо попробовать. Если он попробовал, он сразу понимает, что это такое. А если он не пробовал, конечно, может быть и конкурент, и оппонент. Просто человек, который не в курсе дела. А вы знаете, Минздрав-то утверждал в 87-м году. Тогда же это не так просто было. Это же были консервативные отношения, правильно? К чему-то новому, да? Если Минздрав ее убедил. Просто потому, что члены комиссии попробовали, что это такое, на себе почувствовали. Еще пять институтов работало. Я работал в Наталье Петровне Бехтереве в Ленинграде. Мы работали с эпилепсиками, у которых в целях лечения были вживлены в мозг электроды. И они обучили саморегуляции и до операции, и они по нашей просьбе, они моделировали себя в состоянии радости, в состоянии депрессии. И писалось все это, причем были такие мощные, глубинные разряды электрические, как при прямой электростимуляции мозга. Это же все проверялось. Я работал в институте Сербского под руководством директора института, академика Морозова Георгия Васильевича, который очень мне помогал в этих исследованиях. Мы работали еще с институтом машиноведения, там академик Фролов, директор института, и он создал там отдел биомеханики. А поскольку у нас есть элементы и покачивания, и автоматического подъема рук и так далее, все это там в лаборатории исследовалось, в лаборатории биомеханики. Мы до сих пор дружим. И наш Центр защиты от стресса сотрудничает с институтом машиноведения Академии наук. Это все очень интересно. Тут просто люди не в курсе дела. Когда они узнают, они начинают заинтересовываться, у них начинается новая жизнь. Потому что человек, который может легче управлять собой, это уже другой человек. Мы вот все пытаемся собой управлять. Говоришь себе, например, на экзамене спокойно, спокойно, да? А сейчас тебе не слушаться, колотиться. А после тренировки с ключом, два-три занятия, с ключом потренировался, идешь в экстремальную ситуацию даже, говоришь себе спокойно, сейчас тебе слушаться, у тебя уверенность появляется. увлекательно, когда ты что-то создаешь. Вообще, я считаю, что творчество это самый правильный способ снятия стресса. Снятия стресса. Потому что человек, как говорят, подобен и рожден по образу Божьему. Что значит Бог? Бог творец. Стало быть, Бог в человеке. Это творчество. И крыша едет, когда человеку не дают творить. Ну, кто в какой области, не важно, да? И вот поэтому, когда человек имеет возможность отдушину для своей, так сказать, снятия напряжения в виде какого-то произведения, у него происходит развитие. А когда он снимает стресс бутылочкой, наркотиками, снимает стресс, искусственным способом, у него развитие не происходит. А таблетки, это же в последнюю очередь, когда уже человек невротик, он не может сам снять стресс, тогда уже таблетки. А нас приучили, вот стресс, таблетка, да? Развитие не происходит. Ведь это оглупление нации происходит. Почему вы приходите к Хасаю Магомедовичу? Я прихожу к Хасаю Магомедовичу уже достаточно давно, потому что именно здесь человек помог мне, наверное, как многие люди, это проблема всех людей, как бы найти себя, найти свое место в этой жизни. И общение с Хасаем Магомедовичем помогло, я не могу сказать за всех, помогло мне, как бы более четко определиться, понять, что я хочу. Слоган моей жизни стал «Just do it». Просто сделай это. Расслабься, не думай, ни о чем просто это сделай. Хасаем Магомедович очень тонкий человек, в том плане, что он совершенно вникает в свои проблемы. Это очень сложно найти человека, который бы тебя выслушал. Мало того, что выслушал, он давал бы какие-то, не то, что дельные советы, а как бы участвовал в ситуации, в твоей, проникал в самую суть вещей. Поскольку человек с достаточно серьезным жизненным опытом, мне это очень интересно. В свое время он мне говорил такой момент, что люди очень часто общаются, ну, не очень часто, как бы их тянет к общению с теми людьми, которые могут развивать их в духовном, в каком, ну, в любом плане по жизни. И в этом смысле я могу сказать, что общение с ним меня развивает достаточно серьезно. Мне очень с ним интересно. Я думаю, что ты ответила на вопросы. Хорошо. Ну, а про ключи. Какие были первые впечатления, когда начала заниматься? Ну, совершенно невероятно. Сразу, ну, буквально после первого же занятия приходит ощущение того, что ты можешь совершенно запросто контролировать все, что происходит с твоим телом, с твоими эмоциями, со всем. Ты можешь вертеть себя, как пластилин. Хочу сегодня веселиться, улыбаться, бегать и прыгать, я так вот и буду делать. Хочу сегодня быть грустно и задумчиво, и хочу сегодня делать то-то, я буду это делать. Просто, ну, это невероятное совершенно ощущение, потому что очень многие, на мой взгляд, по крайней мере, вещи в жизни, неустроенность людская, многих людей, она происходит потому, что из-за неуверенности в себе. Иной раз там кто-то сидит и думает, о, боже мой, как бы было бы здорово, если бы я там был выше рост, похож на фотомодель, там еще что-то, еще что-то. Там, если бы я, опять же, если бы я умела рисовать, я бы такое сделал, так, ну, вот я не умею, поэтому, как бы, вот я себе сижу здесь тихонечко, вот так вот еще. А вот именно этот метод, он помогает настолько раскрепоститься, и хочешь рисовать, береги кисточку рисуйте, никто не мешает. Вот эти барьеры, очень многие снимаются, это очень помогает в работе. Вот, допустим, у меня сейчас, ну, как, почти закончил институт, как бы, процесс становления идет, и это очень полезно, как бы, я вижу, что, ну, не то, что мое начальство, мы довольны, просто я вижу, что, как бы, я серьезно расту, и это я сама смогла это сделать. Опять же, личное общение, там, с другими людьми, опять же, это совершенно, ну, тривиальная вещь, что у молодых людей возникают проблемы с общением, ну, с общением просто, точка. И в этом смысле метод, опять же, очень помогает. Ты прекращаешь вот думать что-то, накручивать себя что-то, думать надо только хорошее, и если, как бы, люди делают то, что тебе не нравится, просто до свидания, прекращай с ними общаться. Просто потому, что, не потому, что они там что-то там думали, там, еще что-то, просто потому, что, ну, такой человек. Просто настолько легко и радостно процесс общения приносит такое удовольствие, что многие, очень, мои друзья, это практически все, кто с вами близко общается, они все это заметили, все обратили на это внимание. И с тех пор, как бы, общение налажено, и все происходит. Ну, тебе же, практически нет проблем сейчас? Не, ну, нельзя так сказать. Вот я, как только я, как бы, поняла эту, ну, я думала, что все, все, все же проблемы решены, все, все будет теперь шоколадным. С этого момента все будет отлично. Но, ну, какие-то, ну, конечно, жизни, ну, флуктуативные, там, не знаю, плюсы, минусы, белые, черные, безусловно. И тут я просто поняла, что я, как бы, зашла на спираль, которая, вот, не хаотическое какое-то, вот такое движение из стороны в сторону, ну, ненаправленное, а есть, задан какой-то вектор, ты можешь входить в плюс, можешь входить в минус, все, все колеблется, жизнь происходит, все динамично, но в конечном итоге, как бы, происходит баланс, в любом случае. Минусы, имеются плюсы, ну, возникает, естественно, все более новое, ну, какие-то проблемы, требующие какого-то решения, о которых ты раньше, как бы, не подозревал, такие жизненные ситуации происходят, имея этот вектор, можно совершенно спокойно с этими ситуациями справляться, ну, как бы, если ты, если ты уверен в себе. Маша, как ты думаешь, можно разлюбить или полюбить человека во владея ключом? Сложный вопрос. Полюбить точно можно, насчет разлюбить более сложно. Конечно, можно, безусловно, можно, главное, заходить. Ну, то есть он поможет. Ну, если очень сильно этого захотеть, конечно. Ну, вот, как ты думаешь, во сколько раз быстрее, в два, в три, там, в десять раз быстрее получится вот какой-то процесс, который у тебя не получался раньше, там, еще что-то? Ну, так сложно сказать. Ты это закономерность не заметила? Нет, я заметила, что нам, я же не замеряла, там, в процентах. Намного быстрее, да? Ну, это, как бы, это проявляется, там, в той же подготовке к экзаменам, там, еще что-то. Ну, быстрее, намного быстрее. Случаи, вот, с теми же экзаменами, вот у тебя уже, владея ключем, ты сдавал какие-нибудь экзамены? Да, в общем, экзамены защищал. Какой-нибудь, вот, случай расскажи, помнишь, как вот ты готовился к тем же экзаменам? Ну, и к тому, и к другому, я использовал ключи очень, как бы, очень полномерно, потому что, как бы, я знала, что это мне поможет. Главное, это абсолютная, абсолютная уверенность в том, что это тебе поможет. Просто, ну, просто безапелляционно, что так оно и будет. Сдача диплома, защита. Как бы, ну, я была уверена в содержании, но, главное, там была вещь произвести впечатление на комиссию, в том плане, что можно совершенно замечательный диплом рассказывать настолько нудно и завалить вообще всю ситуацию. Как бы, содержание я боролась еще давно, как бы, тогда стояла задача именно, ну, провести презентацию, фактически. И вот я настраивалась, я на то, что у меня отличная речь, у меня отлично поставленный голос. Я с убеждением говорю, что я просто в момент самой сдачи я чувствовала, что налажена стопроцентная обратная связь, там, препод, там, грубо говоря, не сидит, не ковыряет носо, там, вот слушает, просто вникает в какие-то проблемы, задает вопросы. Можно себе, как бы, говорить чего угодно. Но если ты чувствуешь, что где-то есть какие-то...